друзья доброго времени суток всем вы на канале кукс бразер кукс с вами димас оператор антон и сегодня мы немножко вернемся к сезонным блюдам нашим нашей категории так называемый сегодня осень достаточно глубокая и у нас успели тыковки такие небольшие красивые тыковки и мы сегодня будем их запекать с небольшим количеством ингредиентов частоте мясо будем использовать свинину корейка у нас свиная также будет овощи морковка лучок перчик вот у нас присутствует обычный острый сельдерей стебель вот и картофель все это будем обжаривать и в дальнейшем начинять наши тыковки сейчас режем все ну начнем с главного нашего это нужно обработать на штыку срезаем верхнюю часть где-то сантиметр 2 как бы будем использовать ее как крышку срезали и берем ложку и аккуратно где-то ну тоже сантиметр может быть больше отступим сейчас и будем вынимать наш сердцевину удобнее всего это сделать ложкой естественно аккуратно так внутренности вынимаем вот вычищаем все внутренности до тех до того момента когда вот косточки вы все вытащите аккуратно все выскребаем сильно не надо потому что эта мякоть пойдет у нас будем есть смотрите вот получается такая пустота ну куда будем вот мы начинять наши овощи так закроем потом и будем в итоге все запекать последовательно все остальные наши тыквы также обрабатывают вынимаем сердцевину косточки семечки наши и уже приступим дальнейшее приготовление нашего блюда все подготовили все внутренности вытащили на штыковки крышечки будет как горшочки используется хорошо тушится я думаю вкусно получится переходим к нашей начинке к мясу к овощам нарезаем мясо наше наш карбонатик хорошая свининка все нарезается где-то по сантиметру толщиной взяли попастнее мясцом и таким большим кубиком где-то сантиметр сантиметр полтора на полтора примерно это все нарежем большими кусочками будет у нас свининку нарезали и сейчас приступим к нашей обжарке и в процессе будем овощи нарезать чтобы время не терять время как говорится драгоценное у нас включаем нашу конфорочку наливаем маслице и закидываем мясо надо обжарить до полу готовности нарежем наши овощи перчик тоже крупный довольно лечить не будем все потушится морковку все домашнее кроме перчика и сельдереем все импортное завозное нам предоставили любезно плитку вот испытываем ее к сожалению не нашли там удобную сковородку для этого нашли пока кастрюльку лучок тоже крупно нарежем на 6 частей прям так сельдерей тоже нарежем свининка жарится температуру убавили и она стала идеально поджаривать он придаст пикантность нашей тыкве она и так прекрасная и картошечка еще нарежем тоже крупно большим кубиком ну все ребята молотович нарезали у нас свининка жарится мы сейчас немножко ее присолим вкусной соли нашей добавим маслица еще из подвяленных томатов даст прекрасную ароматику прибавим температуру до 200 еще сейчас обжарим чуть и снимем а потом уже будем овощи обжаривать хочу все сделать отдельно обжарю мясо обжарим овощи добавим картошку когда уже будет почти готово добавим мясо и все перемешаем и окончательно добавим специи все наши и уже доведем до вкуса не хочу жарить все вместе мясо с овощами сразу потому что сырые овощи сейчас дадут очень много влаги и тушиться будет а я хочу чтобы обжарилась овощи тоже обжарились как медиум стали а тушились уже влагу не потеряли а уже тушились в тыковках ну и как бы вот сохнуть соку так сказать в личное место перекладываем в тарелочку тоже 200 градусов делаем маслиц подольем опять обычного растительного и кидаем овощи все какие у нас были картошку потом положим пару зубчиков чеснока добавляем картошечку растительного и сливочного сливочное сейчас убавит немножко температуру горения ждем обжариваем еще минут 10 примерно как картошечка приготовится мы тут задымили все вокруг овощи наши томятся и и вот я чувствую пора закругляться с этими делами так что мы кидаем мясо наше бульончиком подошло немножко вот так же я посолил также добавили мы сахар перец также добавляем чуть зелени петрушечка у нас с огорода домашняя ароматная все это перемешиваем чтобы все было однородно у нас кусочек к кусочку свинина к свининке морковка к морковке чуть зелень присутствует ну тыква у нас сладкая так что можно еще чуть соли добавить чесночка тоже добавил сюда есть острота добавил я у перчика не сильно но есть все перемешали выключаем все у нас примерно это обжарилось минут если в общей сложности минут 20 свинина плюс овощи лучше сильно обжарить чтобы был сверху колер и все остальное дойдет у нас и так ну в духовке именно в самой тыкве когда будем запекать берем тыковки наши и вот начиняем нашу начинку мясо и перчик все таким образом сейчас все остальные начиним и будем запекать процесс нашего приготовления в разгаре мы вот начинили наши заполнили точнее наши тыковки нашими овощами мясом поместилось как раз очень вкусно и приступим к нашей к нашей как бы подготовки к запеканию для этого мы немножко смажем наши тыковки маслицем вот тут все полностью чтобы они не слишком подгорели надеюсь что они у нас припекутся все одинаково может быть маленькие естественно чуть получше припекутся посильнее точнее самому чтобы не сгорел у нас конвектомата разогревается тепло сделали низ вверх и выпекаться будет наверное градусов где-то 150-160 наши тыковки ну время могу сказать где-то полчаса точно сейчас засечем это поставим время наше по итогам готовности скажем точное время сколько у нас это выпекалось тыковки вот почти одинаковые все ну вот эта большая самая но при этом у нее тонкие стенки может она будет еще быстрее выпекаться кто знает посмотрим и чтобы они внизу не сгорели не подгорели сильно вниз укроем фольгой двистящую сторону наружу сделаем матовую среду внутри матовая то долго не пропускает тепло она не будет выпускать и двистящая выпускает тепло внутрь соответственно тепло будет не выходить отсюда будет томиться кому-то такой кто не знает все должны знать у фольги две стороны и одна пропускает тепло а вторая не выпускает как бы или не впускает если неправильно потому что у многих бывают ошибки когда они выпекают у них не печется ну слабо печется точнее потому что у них они неправильно сделали не той стороной сделали фольгу вот ну вот так получается примерно и сделаем небольшие колпачки вот на наши стебли чтобы потом держать удобно открывать не было горячо и ничего не сгорело чтобы они у нас остались целиковые красивые мы откроем посмотрим закроем фольга не будет нагреваться нам будет удобно убраться не нужны перчатки и тому подобное и все остальные также тыковки мы будем закрывать матовая внутрь блестяще наружу ребята мы подготовили наш тыковки все обернули чуть-чуть маслицем смазали все закрыли все у нас хорошо вот смотрите чуть прилипло уже процесс пошел готовки так что тут три тыковки посмотрим что у нас получится как запечется все увидите все все покажем так что духовочка у нас раскалилась и мы убираем наши тыковки банки поместились все закрываем закрыли засекли время и ждем готовности для вас какие-то секунды для нас полчаса минимум ожидания ну что друзья смотрите как у нас красиво все выглядит идет пар дымок смотрите как аромат жалко не передает камера аромат но прям все чудесно чудесненько у нас парит присутствует аромат тыквы очень вкусный прям вот она ну кому нравится запах прям вот вкус томленый тыквы прекрасно будем все пробовать что у нас получилось мягко нежно ребята отлично нежная картошка перчик чувствуется чили вот я положили положили один кусочек разрезали он чувствуется везде очень просто шикарно блин бомба очень реально аль денту вот морковка она нежная домашняя вот вам пожалуйста ребята мы приготовили сезонное блюдо реальная замена какую-нибудь рагу или там подобное в горшочках вытомить мы приготовили в тыкве запекали мы час все зависит от вашей печи если у вас хороший томат 160 градусов полчаса если у вас чуть хуже больше времени пробуйте готовьте все приятного аппетита ставьте лайки дизлайки пишите комментарии обязательно будем стараться отвечать вовремя всем добра и мира берегите себя всем здоровья сам владимир оператор антон всем пока пока увидимся на нашем канале